Здравствуйте. Да, я работаю в компании Redlands, в компании SRA, находящейся в Redlands. Работаю непосредственно в команде, занимающейся разработкой Network Analyst Extension для дисктопа, для engine, для сервера. Последние несколько лет занимался, в частности, сервисами. И хотя в программке у нас написано, что сессия будет посвящена только лишь новому функционалу, 10.1. Но, подумав немного и исходя из предыдущего опыта, давайте начнем вот с чего. Поднимите руки, кто знаком с Network Analyst Extension. То есть где-то половина. Хорошо. Кто знаком с RGS сервером? Вот так вот. Хорошо. Значит, я был прав. Начнем тогда с простого. Поскольку времени у нас не так уж много, я все-таки постараюсь покрыть как можно больше информации. Если будет слишком быстро, не стесняйтесь говорить, я понимаю, дождь, погода не располагает к фокусированию на ситуации. Будут вопросы, можете задавать либо после, либо прямо по ходу. Ничего страшного. То есть как хотите. Так, модератор. Обеспечьте, пожалуйста. Еще вопросы? Нет. Значит, Network Analyst Extension. Шесть алгоритмов. Шесть алгоритмов достаточно таких, как там говорят у нас в отделе, coarse-grained. То есть это крупнозернистые алгоритмы, которые на самом деле внутри имеют большое количество различных опций и решают гораздо больше, чем шесть количества проблем. Ну, давайте по порядку пройдемся. Route, стандартная навигация. Те из вас, кто пользуется Яндексом, практически все, наверное, да, строят маршруты вместе с трафиком, исторический трафик, трафик реального времени, Closus Facility – это практически тот же самый Route Solver. Solver от слова solve. Solve – это алгоритмы, решающие что-то. Прошу прощения за профессионализм сразу. Closus Facility решает похожую проблему, только решает ее, например, для экстренных служб. У вас возник пожар, вам нужно найти три ближайшие полицейские или пожарные машины, чтобы наиболее быстро закрыть ситуацию. Сервис-серия – это полигоны области обслуживания. Как далеко я могу, например, путешествовать по графу, по транспортному графу из точки, то есть, например, опять же, от пожарной станции, какую территорию, какие блоки, кварталы я могу закрыть, например, в течение двух, трех, пяти, десяти, двадцати и так далее минут. Или же в обратном направлении, например, по направлению к Facility, так называемому. Location Allocation – интересный алгоритм, который появился в первый раз в десятке, в RGS 10. И в 10.1 мы его интересным образом расширили, я немного расскажу попозже. В частности, он определяет и помогает найти оптимальное расположение нового бизнеса. То есть, допустим, у вас есть задача построить, у вас есть уже четыре казино, вы хотите пятой построить. Где его расположить таким образом, чтобы оно было наиболее доступно населению местному. То есть, например, покрыть наибольшее количество населения в радиусе 15 минут. Vehicle Routing Problem – это практически тот же самый раут-солвер, только на стероидах, можно так сказать. Решает сразу задача оптимизации нахождения оптимальных маршрутов для целого автопарка и множества остановок. У нас есть практические примеры использования этого алгоритма с большими автопарками. Большими, насколько большими? Ну, тысяча, две тысячи, три тысячи, до пятидесяти тысяч автомобилей. То есть, этот алгоритм, он хорошо параллелизуется, отлично масштабируется, в частности, в 64-битной среде. Загружается этот автопарк внутрь, как один из параметров. Загружаются все остановки за день с различными параметрами, параметрами сети. Нажимается кнопка «Решить». И в зависимости от размера проблемы, через несколько секунд или через несколько дней вы получите свой ответ. Ответ будет набор driving directions или навигационных рекомендаций по поводу того, как каждый из этих автомобилей должен проходить маршрут наиболее оптимальным путем. NP-hard проблема, кстати, но мы придумали, как ее решить. Другим способом. Origin Destination Matrix это не слишком такая юзер-френдли или пользовательская технология. Она больше предназначена как промежуточный путь, промежуточный этап для решения каких-то частных проблем. И по большому счету этот алгоритм позволяет вам взять точки «из» и точки «в» и посчитать каждый с каждым. на выходе нет геометрии, на выходе лишь стоимость прохождения. Вот вкратце шесть алгоритмов, которые у нас есть. Значит, ну это я несколько, наверное, вот так вот давайте. Значит, как это все работает? В первую очередь все начинается с Network Dataset. Network Dataset это постобработанный граф на основе обычно linear или feature-class с линиями, полилиниями, который определяет некоторыми свойствами связанности для того, чтобы правильно моделировать проезды под, перекрестки, проезды над, развязки и так далее и тому подобное. Большое количество атрибутов может быть использовано для того, чтобы правильным образом построить наиболее оптимальную решение найти. То есть это есть и так называемый restriction attributes, то есть, например, дороги с односторонним движением. Я, включив этот restriction attribute, соответственно, я не могу путешествовать в неправильном направлении. это довольно простой логического толка атрибут, хотя есть и более сложный. Есть, например, такие атрибуты, как высота моста. Я могу задать высоту моего транспортного средства и, соответственно, solver, любой из них, кстати, любой из шести этих solver будет принимать во внимание высоту вашего транспортного средства и не будет вам позволять проходить под мостами, которые ниже, чем ваш грузовик, например. И так далее и тому подобное. Этих вариантов с restrictions практически неограничено количество. Современные network dataset коммерческие, например, идущие с так называемым логистическим набором restrictions, в частности, от TomTom и Naftec они приходят там их порядка нескольких десятков. Все, что хотите. Расстояние между осями на грузовиках, расстояние между осью полуприцепа и так далее и тому подобное. Там огромное количество вещей, включая там хазмат, то есть опасные материалы. Ну, на этой вещи мы остановимся еще немного больше, чуть дальше у нас по истории, но как на механистическом уровне происходит работа с network analyst. Во-первых, для этого нужен network analyst extension. Network analyst extension нужен как в дисктопе или в engine, если вы работаете с engine, так и в RGS сервере. Насколько я помню, network analyst extension идет со стандартом и с advanced сервером. Каждый алгоритм на механистическом этом уровне представлен так называемым network analyst layer. То есть вы открываете network analyst toolbar и создаете один из шести этих алгоритмов. То есть как только вы выбрали, какой алгоритм создать, соответствующий композитный слой будет добавлен в table of contents. в сервере. RGS сервер это семейство, ну я бы даже так сказал, это архитектура и способ, ну, философию не буду глубоко вдаваться, но это способ заставить работать эти алгоритмы, любой из этих шести алгоритмов в сервере и быть доступным с помощью различных сетевых протоколов. В 10.1 мы отказались от D.com, если кто-то из вас пользовался этой вещью, все, не получится больше. Однако, надо сказать, что и к лучшему, потому что современная архитектура, современная технология, безопасность, надежность, это, конечно, SOP и REST. SOP протокол потихонечку отходит тоже, REST и JSON сериализация через HTTP или HTTPS, это, конечно, наше пчур. Значит, как это все происходит? Обычно я открываю ArcMap, создаю новый Map документ, добавляю туда Network Dataset, о котором я только что упомянул. На Network Analyst Toolbar я нажимаю кнопочку создать новый слой, выбираю один из шести алгоритмов и получаю Map документ с Network Dataset и композитным слоем, после чего я его готов уже публиковать. Есть некоторые тонкости с тем, каким образом Network Dataset будет перемещен с вашей клиентской машины, на которой вы только что создали Map документ на сервер. Тонкости возникают в том числе в тех случаях, когда сервер это не просто одна стендалон машина, а кластер. да еще и в облаке например. Но я думаю, что мы не будем особо углубляться в эти детали, кому будет это интересно, можете подойти, я вам дам бизнес карточку свою и мы пообщаемся в оффлайне или в онлайне позже. То есть в принципе ничего сложного и вы скоро увидите как это работает. Однако есть два различных метода как создать network сервис. Вот то, что я рассказал про Map документ это на самом деле только один из способов. Второй способ это geoprocessing или сервисы геообработки на основе сервисов геообработки. И давайте вот с него детальный начнем. Что это такое и как это работает? Веб-сервис исполняющий анализ с использованием geoprocessing tools. Нетрок аналист extension имеет все шесть алгоритмов и промежуточные операции такие как например загрузка и изменение входных параметров имеют соответствующие обертки которые выглядят как инструменты геообработки. То есть теоретически да и практически тоже особенно в 10.1 после того как мы исправили большое количество багов надо сказать практически это стало гораздо более доступно. То есть я могу создать модель геообработки которая бы включала в себя создание или модификацию существующего нетрок аналиста слоя решения и выдачу параметров в качестве результата например фича сервиса или ну не фича сервиса а фича сета например или же каких-то параметров стоимостных например просто и так обычно как происходит авторство или создание нового сервиса геообработки создается новый инструмент создается новый тулбокс в тулбоксе вы можете либо создать модель либо написать питон скрипт в 10.1 также появилась возможность создавать новые тулбоксы с помощью питон можно написать свой собственный инструмент геообработки с использованием одного из SDK например C Sharp C++ или же Java вот и собственно говоря вы заворачиваете этот инструмент или модель в тулбокс и тулбокс публикуется и так несколько этих так называемых оберточек которые у нас есть поверх логики в нетворканалисте выглядят как как инструменты геообработки обычно в частности до 10.1 публикация нетворканалист сервиса с помощью геопроцессинг фреймворк заключалась как раз в исполнении исследований четырем следующим шагам то есть создать или изменить параметры существующего слоя ну создать это просто существующий слой что это такое существующий слой это например если вы создали его в TOC то есть в Table of Contents использование отворканалиста тулбар панель инструментов добавили дальше входную геометрию в нетворканалисте классы классы что это такое это например мои остановки мои стопы на route solver на навигационной системе дальше я вызываю инструмент solve решить выполнить и дальше я уже делаю некоторые постпроцессинг постобработку для того чтобы вытащить эти результаты из моего композитного результировающего условия для чего нужна постобработка постобработка нужна для того чтобы соблюсти условия сериализации и маршализации результирующих классов из сервера на клиент дело в том что результат по умолчанию network анализа является композитный слой композитный слой не сериализуется просто в RGS сервере поэтому сериализуются только простые стендалон фичи классы то есть как раз постобработка будет заключаться всего лишь в взятии одного из этих фичи классов которые я хочу чтобы мой клиент видел и копирование его в стендалон фичи класс и в принципе все я это покажу буквально через секунду ну вот опять же слишком много болтал значит что у нас здесь да то есть это я как раз вот прошелся тоже по этому моменту что у нас должно быть правильное соблюдение классов результирующих классов которые поддерживаются в сервере в 10.1 однако мы столкнулись с проблемой ну еще до того как 10.1 конечно вышло и мотивация здесь вот была как раз с тем чтобы создать более упрощенный способ публикации не только на лист сервисов через geoprocessing мы взяли два наиболее популярных инструмента и наиболее инструмента которые пожалуй по нашему мнению подходили больше всего на кандидаты такой модификации и просто внутри сколлапсировали вот эти 4 шага в один большой такой инструмент то есть по большому счету для сервис area или для vehicle routing problem то есть вот этот сервис area это как раз полигон области обслуживания а vehicle routing problem это как раз оптимизация автопарка эти сервисы теперь посредством geoprocessing могут публиковаться всего лишь в один шаг по большому счету просто нужно создать новую модель перетащить туда этот инструмент и в принципе выпубликовать его уже вот и больше ничего особо делать не надо для чего это было сделано сделано это было для того чтобы минимизировать потери на производительность связанные с большим количеством инструментов например vehicle routing problem инструмент имеет 13 входных параметров каждый из которых фича класс с средним где-то от 10 до 20 полей которые могут использоваться как различные параметры то есть достаточно большая сложность инструмента и вот этот overhead то есть дополнительная нагрузка на фреймворк она как раз пропорциональна количеству параметров пропорционально количеству входных классов переменных и так далее сколлапсировав всю эту сложность в один большой инструмент мы существенно снизили этот размер этого overhead то есть если раньше например в 10.0 это было порядка 15 секунд вплоть до здесь это сейчас меньше секунды так хватит скучных слайдов давайте вам покажу сервис выбора лучшего участка на основе инструмента location allocation то есть это как раз бизнес про казино про который рассказывал вот на основе него мы сейчас с вами и попробуем построить одну интересную вещь значит здесь у меня здесь у меня есть карта москвы давайте я посмотрю кстати работает ли мой сервер потому что иногда на этой машине к сожалению сервер падает после того как я переподключаюсь к другой сети похоже сервер у нас живой и это радует итак с чего мы начнем давайте начнем с простого здесь у меня что есть у меня есть бейсмэп который openstreetmap берется сргс онлайн у меня есть трафик и дорожная сеть и у меня есть почтовые индексы точки которые если взглянуть на табличку содержат помимо индексов достаточно интересную информацию о популяции количество людей проживающих в данном данной области это центр точки то есть я просто взял и сколлапсировал полигоны почтовых индексов то есть ничего особенного не происходило и что я собираюсь сделать это создать для начала location location слой как раз используя network analysis toolbar я только что кликнул его выбрал и у меня получился как раз вот этот location allocation композитный слой в TOC из чего он состоит он состоит из facilities то есть это входные кандидаты где я хочу например мэрия если мне предоставила какие-то возможные участки для строительства чего-то я могу их сюда загрузить demand points это например мое население как раз и эти точки будут обладать соответствующим весом пропорционально количеству людей проживающих в каждом из этих почтовых индексов ну а остальное это уже так скажем вот эти барьеры это уже если мне надо будет что-то например изменить на стандартном графе например что-то ускорить что-то убыстрить также можно использовать трафик но это уже детали которые мы в принципе я думаю останавливаться сейчас не будем как бы там ни было что мы сейчас сделаем мы во-первых откроем настройки location allocation слоя и что я давайте я начну с другого конца немного я попытаюсь что я вообще хочу сделать я хочу построить location allocation сервис который бы через веб клиента помогал моим веб пользователям находить место для лучшего бизнеса лучший бизнес новая лучшая бизнес точка с учетом населенности в москве и с учетом дорожного графа и с учетом трафика с учетом времени и так далее и тому подобное здесь я использую европейскую всеевропейскую транспортную сеть то есть от Британии до Владивостока все есть но Москва нас поскольку интересует больше всего сейчас то вот мы в области Москвы остановимся значит здесь вот как раз вот эти restrictions о которых я говорил вот one restriction то есть односторонние дороги повороты и так далее и тому подобное мы их трогать не будем пускай все используется по умолчанию я могу поменять тип анализа в данном случае я буду просто искать например минимизировать среднюю среднюю дистанцию и буду искать одну лучшую точку ну и пожалуй поставлю что в радиусе 30 минут движения по направлению к этой точке также я поменяю один параметр который называется здесь exclude restricted portions of network это вещь которая позволит мне в любом случае всегда поставить точку на графе если я не выберу эту галочку то тогда иногда точки могут попадать на например пешеходную улицу на которую я не могу заехать ну небольшая деталь но тем не менее важно и значит что я хочу еще сделать поскольку я хочу чтобы мой сервис по умолчанию всегда использовал населенность местную то я заранее загружу мои так называемые demand points как раз сейчас я загружу их сюда используя как раз тот слой почтовый индекс центра точки и использую вес этих точек пропорциональный населению в каждом из этих почтовых индексов так я загрузил их получилось порядка 600 точек вот они у меня все здесь есть и теперь я уже готов создавать собственно говоря модель которую я буду публиковать итак я создам новый тулбокс назову его скажем сайт селекшн добавлю новую модель и здесь я буду использовать как раз инструменты из набора network analyst analysis поскольку у меня уже есть слой location location я всего лишь сейчас добавлю точки добавлю эти точки будут указываться и специфицироваться моим веб клиентам точки будут загружаться в класс facilities здесь важно убрать галочку append to existing то есть чтобы каждый раз новый запрос перезаписывал предыдущее содержание чтобы у меня сервис мой оказался без какого-то состояния дальше я создам входную переменную из input locations это как раз то что будет видеть мой клиент я скажу что это параметр укажу тип feature set это как раз один из типов который поддерживается ArcGIS сервером и укажу схему типовую схему используя facilities input class из location location слоя который у меня уже есть и так в принципе мы уже загрузили точки давайте я применую немного мой входной класс назову его in facilities теперь я в принципе готов уже решать эту задачу потому что остальные параметры меня на данный момент не интересуют опять же из network analyst toolbox я теперь возьму инструмент solve я решаю location location 2 ok я скажу что solve succeeded это будет тоже output параметр и теперь мне нужно как раз выполнить тот четвертый шаг когда мне нужно скопировать содержание внутреннего результирующего feature class в качестве отдельного feature класса который я уже смогу передать моему клиенту для этого я буду использовать инструмент сначала select select data вот он а так же я теперь использую инструмент copy features вот он у меня находится и я скопирую результирующие facilities в stand alone feature class обратите внимание в качестве jdatabase где будет куда будет записан мой результирующий feature class я указываю in memory достаточно важная вещь для сервисов в плане производительности потому что вместо того чтобы писать результат на диск мой результат будет храниться в памяти в физической памяти машины то есть будет существенно что существенно повлияет положительно на производительность ну в принципе все то есть единственное что осталось пожалуй это как хорошему девелоперу сервисов поменять кое-какое описание допустим я его поменял это описание будет видно кстати пользователем этого сервиса и теперь давайте проверим правильно ли я все собрал значит здесь вот моя модель входной параметр у меня только один по большому счету это как раз точки кандидаты давайте посмотрим поставлю сюда точку сюда точку то что мне мэрия предложила как участки для застройки например ну и в принципе хватит давайте посмотрим какая из этих точек будет выбрана я запускаю инструмент геобработки значит используя вот эту огромную сеть транспортную всеевропейскую сейчас этот алгоритм взял входные точки посчитал с учетом всех параметров различные варианты и выбрал мне наиболее оптимальную с точки зрения моих бизнес правил точку где я должен строиться ну хорошо но я хочу теперь опубликовать это как сервис после того как я запустил это однажды я могу открыть окно результатов и опубликовать сервис прямо отсюда я укажу connection то есть сервер на котором я буду публиковать назову дам название дам название этому сервису скажем Moscow site selection я могу поменять множество различных параметров здесь но по большому счету я всего лишь укажу некоторые метаданные сервис будет публиковаться как асинхронный нажму кнопку analyze то есть анализировать сервис чтобы получить какие-то рекомендации по производительности например или исправить возможные ошибки здесь я ничего особо не вижу и теперь я готов публиковать этот сервис что сейчас происходит вот этот вот эта модель которую мы только что с вами запустили сейчас упаковывается на клиенте устанавливается связь с сервером этот упакованный пакет отправляется на сервер там распаковывается и сервер автоматически создает и запускает новый сервис вот и я думаю что вот сейчас вот как раз это произойдет то есть сейчас вот у нас да состояние processing data on server то есть это как раз сервер занимается подъемом созданием и подъемом запуском нового сервиса пока это происходит расскажу немного о том ну ладно не буду потому как это может быть долго тем не менее сервис у нас опубликовался давайте нажмем окей я не буду использовать аркмеп хотя я мог бы для того чтобы использовать этот сервис я буду использовать другую вещь я скачал с сайта arkjs.com бесплатный viewer для silverlight установил его в мой аэс локальный и получил собственно говоря вот такое веб приложение которое по большому счету является визуальным конструктором где я могу указать какую-то карту созданную веб карту веб мэп созданную на примере определенную с базовым слоем в arkjs.com или на вашем собственном портале в данном случае у меня есть базовая карта с openstreetmap с экстентом на москву вот я ее и буду использовать то есть очень похоже то что я видел только что в arkmap но теперь я использую silverlight для этого мне нужно теперь добавить сервис который я только что публиковал значит на вкладочке tools жму add geoprocessing tool add gp жму next ничего особо не изобретаю использую rest endpoint для этого сервиса это вот имя машины на которой я только что публиковал и вот он этот сервис я выбираю сейчас модель которая внутри этого тулбокса жму next и теперь я могу определить легенду например входных-выходных параметров в частности сейчас я буду я хочу поменять легенду для входных кандидатов где которые мне мэрия предложила ну скажем это будет вот желтый флажочек дальше я поменяю немного легенду для результата я буду использовать unique values по полю facility type значит для дефолта я буду использовать опять же тот же самый желтый флажок нет это мне не надо не обращайте внимания update на java прилетел значит желтый флажок а для facility type со значением 3 это как раз значение выбранного или предложенного алгоритмом объекта я создам еще одну еще один стиль или тип отображения один еще один символ он будет красным флажочком ну и по большому счету все я поменяю немного вот очередность слоев нажму ok давайте посмотрим что у нас получится безусловно это очень примитивный способ ввода здесь данных но если бы у нас было немножко больше времени конечно можно было показать и больше но тем не менее я думаю вы поймете идею происходящего и сейчас вот этого приложения только что отправила входные параметры вот того что я сейчас набил вот эти флажочки поставил к этому сервису сейчас этот сервис взял этот граф взял эти входные точки параметры по умолчанию которые я не определил в результате вот к сожалению у нас вот что-то у нас не получилось able to complete operation ну как бы там ни было я не буду сейчас тратить ваше время один из флажочков я подозреваю что вот этот наверное стал бы красным и в принципе после этого я мог бы опубликовать это приложение как онлайн приложение и каждый имеющий доступ к этому веб серверу мог бы получить этот сервис в своем распоряжении строить находить наилучшее расположение для вашего бизнес объекта с использованием данных о населении ну что ж давайте продолжим значит у геопроцессинг сервисов есть свои плюсы есть свои минусы плюсы конечно это то что эти сервисы могут быть сразу использованы например workmap explorer silverlight viewer как вы только что видели flex viewer и так далее доступны могут быть из веб и mobile api посредством некоторого инвестирования времени ваших девелоперов ваших программистов в создании веб приложений или мобильных приложений api содержит всю информацию там и классы помогающие адресовать эти сервисы network analyst сервер это сервер основанный на как раз map документе используют map server object для того чтобы ими получать доступ к network analyst слоям и к некоторым датасету у него тоже есть свои плюсы свои минусы если например минусом геопроцессинга является некоторая дополнительная стоимость на обслуживание такого запроса network analyst сервер гораздо быстрее но к сожалению он может быть использован только для только в синхронном режиме что значит синхронный и асинхронный режим когда ваш запрос может выполняться больше чем 60 секунд на сервере может запросто возникнуть ситуация когда в каком-то моменте в каком-то месте между клиентом и сервером http connection развалится произойдет TCP timeout и собственно говоря вы не получите результата а сервер будет просто крутить свои колеса жрать электроэнергию за бесплатно это да да идентичные с точки зрения API вы имеете ввиду то есть интерфейсов или результатов вычисления алгоритмы те же самые алгоритмы абсолютно те же самые неважно неважно каким образом сервис опубликован либо это геопроцессинг либо это NS сервер алгоритмы все те же самые это даже физически те же самые бинарники значит синхронный асинхронный да в случае с долго играющими так скажем долго выполняющимися запросами на сервер приходится прибегать к асинхронному способу вызова таких таких сервисов что это значит это значит что ваш клиент не будет ждать когда не будет ждать на связи когда сервер закончит работу сервер а клиент посылает асинхронный запрос и сервер мгновенно отдает на выход клиенту уникальный токен так называемый токен это что такое это последовательность уникальная символов текстовых после этого клиент просто раз в 5 секунд раз в 10 секунд 30 секунд 60 секунд в зависимости от ожидаемости посылает серверу запрос с этим токеном ты готов ты готов ты готов ты готов и до тех пор пока сервер не ответит да я готов или не скажет извини у меня ошибка клиент будет продолжать это делать это как раз позволяет избегать той ситуации когда у нас TCP connection разрывается и ответ получить не получится значит NA сервер он как раз работает только в синхронном режиме и поэтому есть некоторые ограничения архитектурные которые бы я бы вам порекомендовал принять во внимание но мы к этому вернемся позже как раз когда будем рассматривать таблицу за или против что использовать значит использование NA сервер поскольку у нас там есть 6 различных алгоритмов все таки для NA сервер клиентов написано меньше то есть например NA сервер поддерживается в аркмэп только в случае использования единственного раутинг алгоритма все остальное будет доступно только через REST и SOAP API и соответствующий SDK то есть вам нужен будет девелопер чтобы писать клиентскую часть итак давайте я вам покажу демонстрацию как такой сервер может быть опубликован и использован значит здесь у меня есть map документ workmap у меня здесь здесь network dataset московский давайте я вот это уберу все и так что-то я видимо identify запустил на большое количество данных давайте его сейчас закрою пока и открою заново значит что я сейчас буду делать я сейчас добавлю в очень простой map документ в котором присутствует пока только network dataset добавлю слой service area сохраню этот документ и опубликую его и этого достаточно то есть существенно более простая ситуация с авторством с созданием нового сервиса есть плюсы есть свои минусы опять же в случае геопроцессинга вы можете создать модель насколько угодно сложную в случае нет канала сервера у вас только фиксированный пиа фиксированный интерфейс фиксированный способ работы с этим сервисом итак значит я добавлю сервис area слой вот получился этот новый композитный слой прошу прощения что я задерживаю от кофе но еще немного осталось значит вот и в принципе все я могу сохранить теперь этот документ и выбрать файл share as сервис выбрать сервер на который публиковать дать название этому сервису ну пускай он такой будет нажму next continue здесь критический момент будет сейчас для того чтобы опубликовать network analysis сервиса с использованием ns service технологии мне нужно на папочке на вкладочке capabilities включить галочку network analysis после этого я опять же нажму analyze то есть проверить получить рекомендации по тому что у меня может пойти не так ничего особенного там у нас я не вижу нажму публикации и сейчас происходит практически то же самое все входные параметры упаковываются отправляются на сервер и сервер распаковывает этот пакет запускает сервис и буквально через несколько секунд я думаю мы увидим его пока у нас происходит публикация сервиса я вам хочу показать что у нас да да все ну ладно тем не менее показать придется потому что это интересно я думаю значит давайте пойдем на такой интересный ресурс на который у вас будет ссылочка немного попозже это nadfragjs.com samples и здесь у меня есть здесь это просто сборник примеров для network-аналиста который внутри нашей команды поддерживается на него нет ссылок пока с ресурсов стандартных так что я думаю если вас конкретно интересует вот network-analyst extension вы можете сюда заходить периодически и смотреть что вообще интересного новенького там происходит у нас то есть это вот nadfragjs.com slash args slash samples интересная вещь то есть там и прототипы какие-то появляются которые еще не выпущены и опять же весь код он доступен то есть вы можете открыть скачать поменять как как захотите все что все что нужно итак значит один из таких сервисов это быстрый сервис сейчас этот практическое вот это приложение оно работает только с sample то есть только с примером network-датасета который ограничен только с андиегом давайте я вот что сделаю я сейчас открою исходный код этого приложения скопирую его и открою вот такую страшную синюю штуку я думаю многие из вас не знакомы и создам файлик который называется не слишком не слишком мудро но тем не менее два html и просто скопирую сюда этот исходный код вот этот исходник давайте я сейчас возьму и открою тот rest endpoint того сервиса который я только что публиковал так декудинов с xta tarch.js rest вот он мой сервис теперь я просто возьму скопирую эту точку и поменяю в исходнике как раз эту точку на мой сервис то есть я взял тот же исходник с sample сервера скопировал его локально и все что я поменял это просто я подменил сервис предыдущий работал сан-диего мой должен работать с москвой давайте посмотрим если это у меня получится декудинов 2 html естественно сан-диего я получил ошибку потому что в сан-диего у меня покрытия нет немножко немножко еще еще немножко так москва ну собственно говоря пожалуйста что координаты передаются wgs84 то есть это широта долгота ну собственно говоря вот это был у нас такой вот небольшой экскурс в сервисы NA сервер давайте посмотрим как раз вот тот вопрос который я немного затронул ранее но который все-таки важен есть конечно большое количество различных правил почему нужно использовать тот и другой но я вам скажу так самое главное это конечно это правило 60 секунд если есть даже небольшая вероятность того что ваш сервис будет обрабатываться ваш сервис будет выполнять запрос который будет длиться больше 60 секунд я бы вам настоятельно рекомендовал рассматривать асинхронный сервис на основе геопроцессинг фреймворк то есть использовать геопроцессинг использовать асинхронный тип публикации этого сервиса если же у вас например сервис очень быстрый то все-таки используйте нетворканализ сервер хоть у него меньше гибкости он существенно быстрее у него overhead гораздо ниже и вот как раз вот эта таблица она по большому счету описывает различные детали и сценарии плюсы и минусы различных подходов потому что конечно я несколько упростил ситуацию есть и другие способы публикации этих сервисов то есть можно написать свой собственный так называемый сервер object extension можно написать свой собственный геопроцессинг инструмент геобработки используя .NET или Java или C++ тем не менее основной конечно здесь рычаг это рычаг между производительностью производительностью и временем выполнения этого сервиса производительность производительность довольно важна в любом сервисе особенно когда у вас большое количество пользователей и допустим когда вы используете платный хостинг например в облаке когда у вас оплата почасовая за CPU ресурсы например значит для того чтобы сделать такой сервис максимально производительным во первых нужно использовать file.jdatabase то есть файловую базу геоданных network dataset должна быть локальной для каждого сервера в кластере то есть если у вас кластерный deployment кластерное развертывание системы то нужно копировать эту файловую базу геоданных на каждую из машин кластера локально не ходите к ней по сети по UNC это будет очень медленно используйте предобработку исходных данных то есть можно использовать инструмент calculate locations это кстати инструмент геообработки он просто позволит оптимизировать время на загрузку этих входных параметров входных особенно объектов в слой в некоторых случаях имеет смысл загружать заранее объекты вот как мы с вами сделали в этом примере с населением location location сервис когда я вот создавал я создал сначала слой и я загрузил туда сразу точки с населением да 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 дизолв инструмент геообработки также позволяет оптимизировать количество операций потраченных на прохождение графа то есть если у вас допустим есть проспект Ленина состоящий из 150 150 кусков на каждом светофоре новый кусок начинается возьмите его просто сделайте объединение вот этих 150 кусков и получите единственную полилинию существенно ускорит процесс и вам не нужно это делать вручную для этого есть специальный золф называется используйте его и вы существенно увеличите производительность сервиса опубликован на таком нетрок дата сети на 64-битной операционной системе используйте системный кэш современные операционные системы это Red Hat Enterprise Linux например 5 начиная с 5 Windows 8 Windows прошу прощения Windows Server 2008 64 бита очень у этих операционных систем очень эффективный memory management то есть управление менеджер управления оперативной памятью можно использовать Java класс небольшой ссылочка на который как раз находится вот в нижнем правом углу я думаю слайды у вас будут слайды будут доступны да то есть вы откроете эти слайды вы получите ссылку на этот инструмент бесплатный инструмент работает и на Linux и на Windows объемом физической памяти желательно иметь сопоставимый с размером файл jdatabase который хранит network dataset чтобы можно было загрузить практически все в память быстрее чем RAM Drive более эффективней и в этом случае масштабируемость сервиса будет существенно выше и близко к линейной для геопроцессинг есть некоторые свои собственные особенности и здесь значит что конечно это нужно добавить в Table of Contents network dataset заранее а также можно заранее создать слой network dataset для чего это нужно слой network analysis для чего это нужно для того чтобы не читать каждый раз network dataset и открывать файл jdatabase с диска дисковая операция всегда очень медленно большой износ на железо это делать не нужно и вот как раз InMemory Workspace на который я обратил ваше внимание немного ранее тоже очень важный момент InMemory Workspace для результатов позволяет минимизировать количество дискового ввода вывода опять же сразу лучше производительность лучше масштабируемость меньше износ на железо и так что нового в 10.1 мягкие restrictions интересная штука как я вот уже говорил например одностороннее движение до 10.1 в принципе одностороннее движение если вы выбрали этот restrictions нельзя значит нельзя в 10.1 оно конечно нельзя но если вы очень хотите и в принципе оно именно так и работает то есть вместо boolean то есть логического значения сейчас можно указать коэффициент пенализации то есть как вас накажут за то что вы нарушаете для чего это используется используется это для оперативных служб для коммерческих служб потому что по большому счету restrictions бывают разные например платные дороги я как например перевозчик строительных материалов могу поставить в пробки но не заплатить лишние допустим там 300 рублей за проезд я как например водитель туристического автобуса предпочту использовать платные дороги чтобы не стоять в пробке и как раз вот эти soft restrictions они позволяют как я уже говорил указывать коэффициент но коэффициент можно указать как больше единицы так и меньше единицы когда вы указываете коэффициент по большому счету коэффициент он просто умножает стоимость прохождения по каждому элементу улицы на который влияет этот restrictions на вот этот коэффициент в результате если коэффициент больше единицы прохождение по этому элементу становится дороже он используется реже если коэффициент немного больше нуля но меньше единицы то стоимость прохождения по нему становится меньше и я получаю сценарий когда я хочу предпочитать например оплатные дороги то есть очень гибко очень здорово находит очень большое количество практических применений во всех разных сферах логистики трафик реального времени ну тут объяснять в принципе особо нечего мы поддерживаем теперь все три типа трафика трафик исторический трафик реального времени и трафик ожидаемый что у нас будет быстрые иерархические полигоны области обслуживания я думаю демки вы уже все видели как это все работает емкостной локейшн локейшн то есть теперь вот тот алгоритм который позволяет оптимально выбрать бизнес место еще и может работать с емкостью например вы строите парковки вам нужно найти оптимальное место для строительства да еще и к тому же что еще и так что например ваша парковка имеет только определенную емкость тоже очень хорошая штука или например детские садики или например медицинское обслуживание и так далее и тому подобное новые инструменты геобработки для серверных сценариев я их уже упомянул вспомогательные инструменты помогают помогают соответственно поднять и создать свой собственный сервис трафика например и конечно мы сейчас работаем над новыми сервисами которые будут в декабре опубликованы уже как раз что у нас после 10.1 это 102 страны с поддержкой трафика реального трафика исторического трафика и трафика в будущем интеграция алгоритмов в архитектуру RGS runtime и новый быстрый алгоритм точной сервис area ну я не хочу вас отвлекать на самом деле от кофе если кто-то захочет посмотреть как это работает подходите ко мне я вам покажу потому что в принципе вещь интересная но она специфичная значит ресурсы когда вы получите эти слайды у вас получится на руках огромное количество ссылок есть конечно ходите на ресурс resources.rgs.com там огромное количество документаций примеров сейчас кстати вот буквально две недели назад ресурс работал еще и на русском языке так что я думаю что вам это место очень поможет хорошо спасибо